Золотая осень вновь объединила любителей туризма. Школьники Ненецкого округа выявили сильнейших в умении работать в коллективе, знании родного края и творчестве. Соревнования прошли на базе Центра арктического туризма. Кто стал победителем, знает Александра Литкова. Первым испытанием для ребят стал поход кросс из поселка Факел до места проведения слета, который сопровождался различными заданиями на ловкость, выдержку и смекалку. Все команды готовились к турслету в течение месяца. Готовились стандартно, как обычно. Вязали все узлы, которые были в положении, изучали топографические знаки, учились ориентироваться по карте, брать азимут. Вывозили в те выходные ребят в лес, где они разводили костер, кипятили на время чайник, учились преодолевать препятствия по веревкам и так далее. Эти знания участникам пригодились. Вот только из-за погоды не всем удалось за отведенное время вскипятить воду. Были в топографии, но мы ее не прошли так, как прошли мимо. Немножко там вступили с пути. Узнавали узлы по картинкам. Это прошло удачно. Разводили костер, но за принципы непогоды немножко не получилось. Времени не хватило. А что было самое сложное еще для нас? Вот, разжечь 3 литра воды за 20 минут. У нас возникли трудности, и мы не успели. А уже на базе турцентра участники слета установили палатки, затем провели конкурс приветствий и продемонстрировали знания по оказанию первой помощи. Завершился первый день интеллектуальным конкурсом «Я знаю НАУ». Все испытания оценивались компетентным жюри. Соревнования у нас оцениваются как по бальной системе. Есть временной эквивалент, который потом переводится также в баллы. Ну, в целом, вот, например, на походе кросс там и баллы, и время, потому что, ну, лучшее прохождение. Но, помимо того, что, понятно, они могут пройти, ведь это все дело на скорость, закрывая глаза на качество исполнения заданий. Вот, поэтому там ставятся также штрафные баллы, и потом все это математически пересчитывается, и уже делается окончательная оценка. Второй день начался с пожарной эстафеты. Продолжился короткой полосой препятствий и завершился конкурсом капитанов. По результатам всех конкурсов первое место в туристическом слете «Золотая осень-2019» заняла команда «Рубеж» из второй городской школы. Мы оставались после школы, и в зале школы готовились, разводили, расставляли палатки, учили узлы, учили вот эти значки, обозначения. Второе место досталось команде из Красного. Третье – участникам из четвертой школы. Победителям вручили сертификаты на покупку туристического снаряжения.